Владимир Жириновский. Книга «Россия победит». Приобретайте во всех магазинах страны. Самый страшный вид оружия – это оружие именно идеологическое, то есть перепрограммирование сознания людей. Напомню, атомное оружие не считает оружием второй категории, а это не считает оружием первой категории. Там в табличной форме, которую я в свое время изучал и сдавал, я был одним из лучших в своем выпуске, там значило, что требует очень большого времени для подготовки и очень больших инвестиций, но эффективно, то есть самое эффективное. Представляете себе, когда жил Данил Голицкий и когда живем мы, а ради этого люди умирают. Вполне эффективно. А теперь представьте, что за Зеленского, я же на самом деле пока ни одного общего слова не сказал, и сейчас кульминация, знаете, какая. А за Зеленского умирать неинтересно. А за Карла фона Габсбурга, за возрождение Австро-Венгерской империи, которая является, извините, светлой. Это же не поляки. Это же совсем другое. Видите? Я же вам рассказал, что в 1846 году они, Голиция, западные по-нашему, не присоединились к полякам. То есть, получается, у них есть некое свое самоопределение. А это я про что? А это я про Бандеру. А почему про Бандеру-то? Простой причиной, потому что Волынская резня. А кто не понял, сейчас стал говорить буквально хэштегами, несколько торопясь, ключевыми понятиями. Ну, потому что невозможно никакое воссоединение в Речи Посполитой под эгидой Ивановского Вашингтона в Варшаве, пока есть такие замечательные, в кавычках, герои, как там Бандера, так сказать, вот, Шукевич и прочие, так сказать, слова. Потому что просто для поляков это военные преступники, а для Карла фон Гавсбурга это военные преступники. Он никогда таки заявлений не делал. То есть, понимаете, тут, на самом деле, как ни странно, сальдой с бульбой, как говорит моя жена Бухалтер, вполне можно сочетать. То есть, неким образом этот план выписывается. То есть, будут под Ватиканом, будут с Папой Римским, будут с Гавсбургами, будут Древней Европой. А поляки сейчас больны идеей того, что центр Европы, католический центр, из западной части Европы перемещается в центральную, к ним, в их объятия. А тут друг полякам Гавсбург говорит, нет, есть еще более древний центр, который на 900 лет, потому что я царь-император, а это мои подданные. У нас самый-самый центр, это не Польша, это мы. Видите, как любопытно. То есть, я такой Европой себе вполне представляю, с учетом того, кто нам противостоит. Это явно гораздо интереснее, чем территория, оккупированная американцами с Зеленским. И я сейчас чем занимался? Я сейчас, представьте себе, сидел бы где-нибудь там на базе Рамштайн и занимался этим самым форсайт-процессингом. То есть, неким построением параллельной реальности, которую далее можно было бы внедрить. Потом звоню Карлу и говорю, Карл, давай, вперед. А его даже не надо ему ничего доказывать, потому что он же внук теперь целого святого Карла I, императора Австрии, биотифицированного. Кстати, он там в первом ряду сидел. И, кстати, сын этого замечательного Карла носит вполне себе славянское имя. Ну, типа Бори Мира, так сказать, или Звоний Мир. Звоний Мир. Меня очень интересует, когда человека в Вене называют именем Звоний Мир. Это так вот. Возникает мысль, а зачем? Ну, так как у них ближайший родственник Вася Вышиванный, я понимаю, зачем. И еще одна вещь. Это то, с чего я начал, и на чем я заканчиваю. А Ани Сапеткусы, это тоже очень сильно интересует, потому что еще есть Литва. Получается, большая зона. Литва, Польша, Венгрия, Галиция. Все католики. Все носители древней культуры, древней цивилизации. Ну, с их точки зрения. А, извините, комар нос не поточит. А что, разве нет? И имеет вполне себе идею, почему они не мы. А тут прихожу я со смершем, с мазных сапогах, как говорится, с револьвером на поясе. И хочу всех деноцифицировать. Ну, ясно, чего они выбрали-то. Мне даже сомнений нет. Почему я говорю? Я у них конкретно жалости не прошу, как не просила ее Даша. И не вижу здесь никаких сомнений, кто за кого и что будет дальше. У меня просто их мнение совершенно не интересует. Вот реально не интересует. Сделаем тут что-то, считаем, даже должным сделать. Потому что они нацисты. Не потому что они из древней ненасти. Потому что эти древние идеи порождают именно то, с чего я начал. Не думать, что я случайно зачитал вам в начале телеграмму Хорти. А что в результате всех древних ватиканских чудачеств, не опросите, людей расстреливают. Они потом даже... Да какие там евреи расстреляны? Там славяне. Где-то вот. Какой Терезин, какой-то Лерхов. Какой расстрел евреи в Будапеште. Да такой, помилуйте. Тут же Ватикан, тут же все красиво. Только наше место там, простите, на тарелке в качестве отбивной. Вот я думаю, что ни один такой, как бы, так сказать, я умный, сам себе комплимент сказал, что в администрации президента, в частности, в управлении аналитическими эти вещи понимают. Поэтому по Примску сюда не пустили. Потом пошел второй подход к снаряду. Я очень сильно надеюсь, что первого никакого мира не будет. Вот именно такого мира. Видите, не мы тем, так а то не так, так иначе. Не через Арестовича, так и через кого-то еще. Не через Антонио, так сказать, этого, который приехал сейчас Агута, генерал, который кричит тоже «Мир». Это американский генерал-лейтенант, который командует на самом деле армией. Так тогда давай через Гавсбург зайдем. Но результат один и тот же. Если это не тайная власть, это точно по-примски. Это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании.